Добрый день! В эфире городские новости и с вами с места событий Владимир Горжонко. И нам необходимо инвестировать в общее здоровье, безопасность и психологическое благополучие женщин на протяжении всей их репродуктивной жизни, заявила генеральный директор больницы Светлана Липянская. Работы начались после того, как в 2023 году президент округа Бруклин Антонио Рейноса выделил учреждению 18,5 миллионов долларов. Руководители больницы говорят, что новый центр призван устранить критические различия в здравоохранении в этом районе и предоставить помещения для родовспоможения, отделения интенсивной терапии новорожденных, детскую комнату и многое другое. Мы расширимся до 30 смотровых комнат, включая около 8 бариатрических, 3 процедурных комнаты с туалетами, 6 ультразвуковых кабинетов, большую приемную, вмещающую более 50 человек со специальным детским уголком, местом для кормления грудью, местом для хранения колясок и инвалидных кресел, а также помещениями, предназначенными для обучения, взаимодействия с общественностью и занятий, чего мы раньше никогда не делали, сказала Мишель Бекман, главный специалист по развитию больницы. Руководители больницы говорят, что строительство центра будет завершено к весне 2026 года. Город запустил новый веб-сайт, на котором подробно описаны все программы пособий для граждан. В них входит продовольственная и денежная помощь, а также заморозка арендной платы для инвалидов и пожилых жителей Нью-Йорка. Мэр Эрик Адамс присутствовал на старте информационно-просветительской кампании под названием «Деньги в вашем кармане», с тем, чтобы проинформировать жителей Нью-Йорка о десятках подобных доступных программ. «Все эти аббревиатуры и термины, которые мы знаем, потому что работаем с ними, обычным жителям Нью-Йорка не знакомы, а главное, мне известно, что они имеют право на помощь», сказал Адамс. «Адамс поручил своему главному техническому директору разработать программу, которая находит жителей Нью-Йорка, которые уже отправили свою информацию в городские агентства, а затем город связывается с жителями, чтобы автоматически регистрировать их для получения пособий. Если у нас есть ваш номер социального страхования, адрес и дата рождения, мы свяжемся с вами и сообщим, на что вы имеете право на основании нашего анализа», заявил мэр. Количество смертей велосипедистов в Нью-Йорке в 2023 году достигло 24-летнего максимума, однако мэр Эрик Адамс еще далек от своей цели построить сотни миль защищенных велосипедных дорожек. Защищенная велосипедная дорожка – это такая дорожка с барьером, отделяющая велосипедистов от автомобильного движения. Адамс обещал построить 300 миль таких дорожек за первые 4 года, но на сегодняшний день город отказался раскрыть количество миль защищенных велосипедных дорожек, которые были проложены в этом году. «Среди многих факторов, которые вступают в игру при прокладке велосипедных дорожек, есть и то, что покраску можно проводить только в определенное время года», – сказал заместитель мэра Мир Джоши. Что касается того, как количество защищенных велосипедных дорожек в Нью-Йорке соотносится с остальной частью страны, официальные лица говорят, что количество миль таких дорожек, проложенных в Большом Яблоке в прошлом году, превысило их количество в любом другом крупном городе США. Финансовое давление на малообеспеченных жителей Нью-Йорка после пандемии стало настолько серьезным, что они прибегают к кредитным карточкам, чтобы оплатить предметы первой необходимости. И теперь число домохозяйств, не способных вносить даже минимальные ежемесячные платежи по своим кредитным картам, стремительно растет. В целом, на душу населения задолженность по кредитным картам с начала 2021 года в Нью-Йорке росла быстрее, чем в остальной части страны и выросла на 11% в этом году по сравнению с 2023. Если эти тенденции сохранятся, все больше жителей Нью-Йорка будет попадать в серьезное финансовое положение, а экономика пострадает из-за снижения потребительских расходов. Основная причина давления на работающие семьи заключается в том, что в отличие от остальной части страны, рост заработной платы в Нью-Йорке не поспевает за инфляцией, особенно для работников с низким доходом. В разгар пандемии большинство жителей Нью-Йорка получило стимулирующую выплату в размере 1400 долларов плюс дополнительные 500 долларов на каждого ребенка. Но теперь, когда деньги потрачены, финансовое похмелье заставляет жителей все глубже увязать в долгах. Группа, представляющая посредников в сфере домашнего ухода, потратила более 600 тысяч долларов на рекламу, пытаясь помешать плану губернатора Кетти Хокул передать управление финансируемой Медикейт-программой домашнего ухода стоимостью 9 миллиардов долларов под контроль одной организации. Речь идет о программе персональной помощи, ориентированной на потребителя, которая представляет средства Медикейт для оплаты помощников по уходу за больными, выбранных самими пациентами, часто членами семьи или близкими. В Нью-Йорке эта программа управляется примерно 600 финансовыми посредниками, включая коммерческие и некоммерческие организации, которые обеспечивают надзор за заработной платой и администрированием, соглашение, которое Хокул назвала рэкетом. План по переводу программы под контроль одной компании Нинов. Калифорния, Пенсильвания, Массачусетс и другие штаты управляют своими программами через одну единственную компанию. Нью-Йорк движется вперед с планом заключения контракта с 1 октября, а изменения в программе вступят в силу 1 апреля 2025 года. «Эти компании забирают часть денег налогоплательщиков, которые должны оплачивать уход на дому, и теперь они тратят большие деньги на рекламу с тем, чтобы защитить свою прибыль», заявил представитель губернатора Сэм Спакони. «Мы реформируем программу, чтобы защитить пользователей и гарантировать, что деньги налогоплательщиков эффективно слушат жителям Нью-Йорка». Это был выпуск городских новостей и с вами с места событий специально для телеканала RTN Владимир Гржонко. Редактор субтитров А.Семкин